Добрый день, доброго времени суток. Доброго времени суток. Сегодня у нас в гостях выпускница российского института инновационной натуропатии Байя Че, доктор натуропатии. Байя, я за вами лично наблюдаю уже полгода за вашим каналом, за тем как вы проявляетесь. Мне интересен ваш путь. Что было Дориин? Что стало вообще толчком к изменениям вашей жизни, вот этим вот импульсом? Как вы развивались Дориин? Как формировался ваш личный бренд? Что было в процессе обучения? И как вы чувствуете себя сейчас? Какие у вас вообще планы на будущее? Да, все получилось очень и очень интересно. И таким переломным годом в моей жизни стал 2016 год. То есть я до 2016 и я после. Это два абсолютно разных человека с разным мировоззрением и с разным взглядом на природу человеческого тела, вообще организма. Дело в том, что в 2016 году я познакомилась вообще с понятием натуропатии. Просто случайно дали почитать книгу Марвы Аганьян «Экологическая медицина». Я ее прочитала и я поняла, что все, что было в моей жизни, оно было не под тем углом зрения. То есть люди живут в традиционных понятиях, питания и своего здоровья, отношения к своему здоровью. Это очень традиционные понятия. Это как бы складывание ответственности из себя на кого-то, на доктора и так далее. А тут я поняла, что оказывается все в наших руках. И то, как мы живем, чем мы себя кормим, как мы следим за своим телом, это все напрямую сказывается на нашем состоянии здоровья и на нашем качестве жизни. И я начала просто менять это качество жизни. Я стала пересматривать свои взгляды на питание. И, естественно, я столкнулась с рядом трудностей. В чем они заключались? В том, что я обнаружила, что есть очень много течений в питании, взглядов очень много разных совершенно на на здоровье человека. То есть начиная от взгляда классической медицины нашей, заканчивая там какими-нибудь альтернативными совершенно инновационными взглядами. Я стала все это изучать самостоятельно, просто самостоятельно, тыкаясь в разные источники. Книги, лекции какие-то на ютубе, что-то там искала, все для себя что-то как-то формировала. И параллельно я оттачивала на практике все вот эти такие инновационные натурбатические методы на своем личном опыте. И я понимала, что да, это работает. Что стоит только взяться за себя, ну вот именно с точки зрения природного, да, природного подхода к своему здоровью, а не чего-то искусственного, да, перенесенного извне, таких как лекарства и прочее, как сразу видишь очень хорошие результаты. И это меня вдохновляло на дальнейший путь. И весь свой путь вот своих экспериментов со своим питанием, здоровьем там и так далее я опубликовала на ютубе. В итоге у меня вот набралось на сегодняшний день больше 83 тысяч подписчиков. И это люди точно так же, как и я, заинтересованные в оздоровлении себя с помощью своих собственных знаний, да, и каких-то нетрадиционных подходов к оздоровлению. И вот именно с того, что началось очень много вопросов, то есть мне постоянно поступали вопросы от людей, они меня считали таким гуру, там, практиком, теоретиком. И что они все время просили меня помочь им разобраться с их вопросами. И тогда я поняла, что назрел вопрос консультирования, то есть я должна консультировать людей, потому что знаний уже много, опыта много, но нету системы и нету, самое главное, официального подтверждения, то есть разрешения того, что я могу консультировать. И тогда я стала метаться в поисках, куда мне пойти учиться, мне действительно хотелось пойти учиться и получить документ, официальное разрешение, что я могу консультировать. Сначала, это был 2017 год, я закончила школу диетологов России, получила сертификат, но очень скоро я поняла, что это мизер, это очень мало, потому что это всего лишь узенькая-узенькая какая-то маленькая часть, да, нутрициология и взгляд на питание человека с точки зрения диетолога. Я поняла, что это очень мало, это не отвечало на запросы людей. И тогда я стала искать более глобальную систему обучения, которая действительно давала диплом, связанный с натуропатией и разрешение консультировать в более широком формате, а не только с точки зрения БЖУ и калорий. И вот тогда я нашла РИИН, я нашла вот это учебное заведение, в котором я о счастье, я увидела, что есть такая специальность, доктор натуропатии. Это вот как раз то, что я искала, к чему я стремилась. И я не раздумывая всё. Я поискала что-то ещё параллельное, альтернативное, но я не нашла ничего такого, чтобы мне откликнулось. А здесь мне ещё откликнулась просто личность самого человека, который стоит за словом РИИН. То есть когда я увидела лекции Николая Бонда, я посмотрела на его харизматичную личность, я увидела, что это правда человек, у которого очень много всего в голове. И я поняла, что я только туда пойду. Я подала заявление, закончила. У меня ушёл год на обучение. Может быть, это можно было сделать и быстрее, но мои личные обстоятельства не позволяли это сделать быстрее. Но мне хватило этого года. Я училась без куратора самостоятельно. Я писала свои дипломные все эти вещи, статьи, книги. Мне это было нетрудно. И когда я получила диплом доктора натуропатии, я, в общем-то, поняла, что вот всё, теперь у меня всё сложилось. Вот все пазлы сложились. Во-первых, у меня был уже свой опыт, свой багаж. Во-вторых, я это всё систематизировала в процессе обучения. У меня как-то всё чётко, прямо вот по полкам разложилось, что есть такие-то, 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 такие-то пункты и направления. И да, очень чётко, что я могу применять. Ну и, наконец, у меня был диплом, вот это разрешительное право на консультации. И вот с того момента всё пошло как-то прямо вот в гору. То ли я почувствовала уверенность, да, вот благодаря всему тому, что я приобрела. Какие-то крылья за спиной выросли. И всё пошло в гору. И пошли люди, и пошли удачные опыты, не опыты, а, как сказать, удачные истории, практики с людьми, которые действительно получали очень положительные результаты в плане оздоровления, коррекции веса и вообще общего самочувствия. И вот до сих пор это продолжается, вот эта положительная практика. Очень много людей идёт. И я вижу, что мне вот реально есть что дать. Реально есть что дать. Это и книги, и консультации, и курсы, и марафоны. Ну, в общем, это множество всяких мероприятий, которые я даю, имея теперь за спиной вот такой багаж и опыт, ну и знания. Я бы так сказала. Интересно, а с чем вы пришли вообще в 2016-й, в ту точку, от которой стартовали? Я посмотрела ваш кейс, но у вас визуальная картинка сильно изменилась. Мировоззрение – это то, что не сразу же людям можно пощупать, вот если, когда мы, например, говорим, я стала другой. Какой другой? Вот для меня я с такой же темой, собственно, зашла в мир натуропати, потому что у меня за год ушло 18 килограмм. Кроме лишнего веса, который был у вас, наверняка там ещё плюсиком были вот этот вот набор диагнозов или каких-то моментов? Вот как раз-то парадокс-то в том и заключается, что я-то пришла в натуропатию не из-за лишнего веса. А, даже не так? Да, это даже, наверное, это смешно, это смешно, но на тот момент, на момент 2016-го года, когда у меня лишнего веса было порядка 26-25 килограмм, я-то как раз не осознавала, что он лишний. Я как раз тогда думала, что это всё норм. То есть мне было 53 года, я была... Да, я уже в климаксе. Да, и поскольку я всю свою молодую жизнь прожила в худом теле, 55 килограмм, прирост 170, и мне всегда казалось, что это мало, что кости торчат. И тут, наконец, в 53 года у меня начало появляться тело, мне-то наоборот казалось, что «О, классно! Я теперь такая женщина, да, с формами». И меня это как-то не особо волновало. Хотя, конечно, я понимала, что уже наступила тяжесть, что трудно бегать, что я уже не могу так заниматься активно физически, как я раньше занималась. Но тут начали присоединяться вот именно те самые побочки, которые приходят в нашу жизнь и с возрастом, и с лишним весом, и с неправильным образом вообще питания и взгляда на своё здоровье. А побочек было немало. Но, во-первых, это были довольно сильные боли в суставах, причём во всех. Опорный двигательный аппарат на тот момент уже у меня очень сильно пострадал. Это были хронические заболевания, которые считаются возрастными. То есть то, что уже как бы с чем надо смириться, да. Это вот варикоз ярко выраженный, такие отёчные ноги, боли наступать на ноги, в конце дня к ним даже прикоснуться трудно. Ну, считается, да, ну, варикоз, ну, что там, какие-то симптоматические мероприятия для уменьшения этих страданий. Ну, а в общем и целом это признаётся, что, ну, ничего с этим не сделайте. Оперативно, да, пожалуйста, решайте. Но это вот такое вот заболевание. Мигрень, хронический насморк, остеохондроз, плечо-лопаточный периартрит, папилломатоз, ну, и приливы климакса и очень сильные приливы. В общем, вот этот вот весь набор одышка, трудность в передвижениях, вот этот набор всех этих возрастных изменений, он был ярко выражен. И, конечно, это мне доставляло неудобства в жизни. Но основным катализатором, то есть толчком и пусковым механизмом вот этого моего вхождения в нервную натуропатию было даже скорее не моё состояние было, а состояние моего мужа, потому что он на тот момент был астматиком. Бронхиальная астма длиною там уже в несколько лет, такой большой стаж. И когда я узнала, что есть такое средство, не средство, а метод, да, оздоровление как натуропатический метод, как очищение организма, да, переход на естественное питание, я мужу об этом рассказала и говорю, слушай, может быть, нам попробовать к твоей астме вот с таким путём, таким путём подойти. Он говорит, я не против, давай. И тогда я сказала, ну, знаешь что, давай я попробую на себе, посмотрим, что со мной будет. Всё-таки я-то более здоровый человек, я так считала. И если всё будет, мы увидим, что всё здорово работает, положительно, мы тогда и с тобой это произведём, этот опыт. И, собственно, я зашла в изменение своей жизни именно из-за мужа. То есть я начала менять питание, я приступила к очищению организма через условное голодание по системе Аганян. И я получила шикарные результаты. Буквально там за первые полгода отвалились все абсолютно диагнозы. Вот всё, ровно всё, что я перечислила, всё ушло. И варикоз у меня куда-то делся, да, всё остановилось, и ноги сдулись, они перестали болеть, они перестали отекать, перестали болеть все суставы. У меня восстановилась подвижность в плечевом суставе. У меня отвалились попеломы с шеи. У меня перестал меня беспокоить остеохондроз, мигрень, хронический насморк. Ну, в общем, всё, абсолютно всё ушло. И плюс я потеряла 26 килограмм ещё. И когда вот это вот всё очень быстро стало происходить в моей жизни, я сразу, конечно, подтянула своего супруга на это дело. И мы точно так же стали работать и с ним в плане изменения питания и очищения организма. Конечно, мы тоже увидели шикарные результаты. Я не могу сказать, что мы прямо за полгода убрали астму, но то, что мы ушли с гормональных препаратов и ушли с большого количества приступов на маленькое, где-то, может быть, 1-2-3 в день. И уменьшила, соответственно, доза ингалятора в день. Это, конечно, да, это факт. И вот постепенно в течение вот этих 6 лет, получается, на сегодняшний день, это 6 лет, пока мы практикуем вот это всё и находимся в нашей системе. То есть на сегодняшний день это уже моя система, в которой я живу, в которой мы живём. И это очень комфортная система питания, система слежения за состоянием чистоты организма. Плюс ещё год назад мы внедрили эфирные масла. И вот это всё в копии, вот полностью, да, все натуропатические методы, которые только можно использовать, да, в современных реалиях мы используем. И на сегодняшний день мы пришли к тому, что благодаря всему вот этому, мы сейчас по состоянию мужа, он вошёл в глубокую ремиссию по бронхиальной астме. То есть это мы полностью убрали лекарства. То есть он больше, уже 4 месяца, 4 месяца он уже не пользуется лекарствами. Мы свели к нулю приступы вот этой бронхиальной астмы. И даже если сейчас происходит некоторое затруднение дыхания, такое небольшое, мы справляемся с этим с помощью эфирных масел. То есть мы больше не используем лекарства. Мы видим, что идёт мощное отхождение мокроты. То есть идёт процесс оздоровления, которого мы добились именно с помощью методов натуропатии. То есть без применения лекарств. И что касается меня, я нахожусь в своём стабильном состоянии, я считаю, в здоровом теле. То есть меня на сегодняшний день ничего не беспокоит. У меня стабильный вес, стабильное состояние здоровья. У меня нет никаких беспокоящих факторов. И у меня очень большое количество энергии. А это очень важный показатель для состояния здоровья человека. То есть наличие энергии с утра и до вечера, отсутствие усталости – это очень важно. Это показатель того, что мы двигаемся в правильном направлении. Вот такая картинка сейчас, если взять до и после, то это очень большая разница между состоянием до и состоянием после. И это не только изменение физического и физиологического состояния. Это очень большое изменение вот тут. Потому что когда ты начинаешь заниматься очищением себя на физиологическом уровне, происходит очищение ещё и на ментальном уровне, на информационном, на энергетическом. И ты понимаешь, что ты уже мыслишь по-другому. Ты смотришь на одни и те же вещи, на которые ты смотрел раньше традиционным взглядом. Тот же хлеб, например. Вот самый банальный хлеб. То есть раньше ты смотрел на него как на необходимую часть своей жизни, то сейчас ты смотришь на него как на какой-то посторонний предмет, который вообще очень мало отношений имеет к твоей жизни. То есть это продукт, который не является для тебя главным и важным. Вот. То есть и так вот касается очень многих вещей. Ты смотришь просто по-другому на вещи, потому что ты понимаешь, что эти вещи, они влияют на тебя определённым образом. И ты уже понимаешь, как именно они влияют. Соответственно, ты можешь менять своё отношение к этим вещам. Потому что ты хочешь себе положительного результата, но не отрицательного. То есть понимание, глубокое понимание пришло в жизнь. И я транслирую это в массы. Я пытаюсь это транслировать, да, вот это своё понимание, нести людям. Но я вижу, что не все люди готовы это принимать. Вот. Ну, это и не удивительно. У нас традиции очень сильны. И примерно 90% людей, они всё равно будут оставаться в своём традиционном взгляде на мир. На мир, на еду, на питание, на образ жизни, на здоровье. Они будут смотреть на это традиционно. Так, как смотрела я до 2016 года. И только 10 примерно процентов, ну, 10-15% может быть людей, которые захотят изменить свою жизнь, изменив свой взгляд на традиционные вещи. Вот. То есть, казалось бы, да, начинаем с чего? С физиологии, а заканчиваем просто философией. Да. Поэтому для меня натуропатия – это, наверное, даже больше философия, чем физиология. Вот так. Бая, а какой возраст тех пациентов, которые к вам обращаются? Ну, во-первых, я бы их, наверное, не стала называть пациентами. Вот, просто для меня пациенты… Ну, это не важно, да, это мелочи, просто пациенты… А у меня как раз-таки доктор натуропатии и развернул ещё одна выпускница Рина. Она говорит, обрати внимание, что как только ты начинаешь уже проводить антипаразитарные чистки и давать альтернативные способы исцеления своего тела, то тогда это уже не клиенты, а пациенты. А, ну, может быть. Только поэтому я так сказала. Если комфортнее клиенты… Как вы называете тех людей, которые к вам обращаются? Ну, я называю как? Подопечные, мои подопечные. Хорошо, подопечные. Так. Ну, я не возражаю, пусть будут пациенты. Это не имеет значения. Аудитория в основном моя, возрастная моя. То есть мне сейчас 59, вот через три месяца будет 60. И моя аудитория в основном – это где-то близко к климаксу, то есть женщины там от 40, да, и выше, которые уже понимают, что что-то происходит с ними немножко не так. И уже за 60. То есть, скажем, от 40 до 65 – это такой наиболее часто встречающийся возраст. Но есть и моложе приходят. В основном женщины, конечно, приходят, хотя мужчины тоже есть. Есть и молодые, и девушки, и женщины, потому что у молодых тоже есть проблемы. И от 20 лет, и 25, и 26, и так далее, и 30. Потому что у них тоже есть уже и женские заболевания. Есть женщины, которые не могут забеременеть, есть, которые не могут, ну, как-то со своей гормональной системой вообще совладать и подружиться. Да, и очень интересные вещи происходят. Уже было несколько случаев, когда женщина прям беременела, именно занимаясь очищением организма, вдруг раз и наступала долгожданная беременность. Вот это для меня вообще прям какие-то потрясающие просто случаи. Так что, в принципе, большой возрастной разброс здесь нет. Даже был мужчина 78 лет. Вот такие вот разные возраста. Мне этот вопрос был интересен с точки зрения того, что любой в любом возрасте может стать любым. Вот это большое заблуждение, что, например, после какого-то возраста люди, ну, уже вот просто принимают действительность как есть. И вы своим примером показываете, что в 53 жизнь может вообще развернуться просто на, не на 100, а на 360, а может быть еще больше градусов, и стать можно другим человеком. И можно поменять форме... Ой, я говорю, у меня мурашки по коже, тело реагирует, что вот понятие личного бренда, понятие предназначения человека, оно может прийти даже в таком возрасте. То есть вы накапливали опыт. И вот кем вы были до 2016 года? По профессии, по своему образованию? Чем занимались? Да, вообще, это вот действительно потрясающая тема, что вот эти изменения хорошие, они могут прийти в любом, абсолютно в любом возрасте. Вот что касается меня, я до 2016 года, это очень такая сложная биография от падений до взлетов, от взлетов до падений, и поиск себя. То есть по первому образованию я учитель, учитель французского и немецкого языков. Но в те годы было сложно найти работу по специальности, и поэтому меня швыряло во всякие разные места, работы, специальности. В общем, я и педагогом работала, у меня и бизнес свой был, а потом после того, как бизнес рухнул, я чуть ли не с нуля вообще себя начинала, и в диспетчером такси приходилось работать, и вплоть до расклещиков объявлений. В общем, я прошла очень много разных сфер, начиная от низших, и у меня был рост. То есть менеджер, администратор, и далее, и далее, рост, рост, и я все время росла. Но мне все время казалось, что я что-то пробую, и нет, что-то не то, что-то не то. Пробую что-то еще, и опять. Что-то мне как-то какое-то неудовлетворение. Последняя моя работа была, перед тем, как я занялась натуропатией, я была турагентом, скажем так, у меня был свой маленький бизнес, свой собственный сайт, на котором я занималась, продавала путевки в отель на Черноморском побережье Кавказа. Скажем так, это была такая уже отлаженная дорожка, я научилась работать в интернете, и, собственно, я вот тут вот поняла, что это очень здорово работать в интернете, онлайн, потому что ты можешь находиться дома, можешь находиться не дома, где угодно, но есть очень удобный способ общения с людьми через интернет. И когда моя жизнь начала круто меняться, я потом стала внедрять в свою жизнь вот эту вот натуропатию, и я поняла, что это вот то самое, что мне интересно, что мне, видимо, было предназначено, может быть, вот как бы кармически, но я не могла до этого додуматься, потому что я не знала, что такое натуропатия. То есть это понятие, оно не приходило в мою жизнь раньше ни под каким соусом, хотя мне как бы интересно было там, да, что какие-то про какие-нибудь там травки читать, там народные, народные способы лечения, что-то такое, но я не вдавалась в это. А тут вдруг раз, и это пришло, и оно меня вот так накрыло, нахлынуло, и я поняла, что вот, это очень интересная тема, в которой я хочу развиваться, именно поэтому я пошла учиться, и поэтому я схватилась за это. И здесь сошлось всё вместе. И мой интерес вот к этой теме, и те положительные изменения, которые я получила в этой теме, и работа онлайн, потому что здесь всё соединилось, да, и я могу работать онлайн с людьми, и учёба онлайн в РИИН, да, это тоже всё онлайн, дистанционно, и всё так сошлось, всё так замечательно совпало, и пошли, 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 пошли вот эти вот эти вот... И пошёл вот такой вот резкий прям рост мой, внутренний рост, моё саморазвитие моё. И я тогда действительно тоже подумала, думаю, надо же, кто бы знал, что после 50-ти можно так быстро начать учиться, развиваться, и так заходило всё хорошо. А причём заходило очень хорошо вот эти вот знания, это всё как-то очень, ну, быстро так вот укладывалось в голове, я считаю, именно благодаря тому, что я на тот момент, когда я пошла учиться, я уже поняла, я уже узнала, что такое очищение организма. То есть на очищенный организм, вернее, не на очищенный, а на тот, который знает, что такое очищение, да, организм, который прошёл стадии этапа очищения, знания заходят гораздо лучше, нежели на зашлакованный, когда у тебя мозги просто забиты, они там тупо вообще ничего не движутся, вот так, да, всё зашорено, и ты смотришь, как баран вот на всё это. Здесь же была совсем другая картина, всё просто летало, вот. Мозг просто вот вообще вот так вот работал, огненно, заходило на ура всё. Потому что в зашлаковом нам теле очень трудно даже самой себе ответить, от чего я хочу в этой жизни. Полностью согласна. Такие же вещи я вижу у своих, да, допечных. Многие прямо как-то меняются во время, допустим, курс, да, у нас происходит курс очищения, и на какой-нибудь там третьей неделе вдруг я вижу инсайты у людей, да. Ой, слушайте, я пошла, записалась в рисование, и оказывается, у меня такие способности к рисованию, я там прохожу курс, да, люди даже меняют профессию, бывает, да, и там начинают писать стихи, и действительно, дайте список литературы, а дайте, что ещё можно почитать. Да, это действительно так. Это здорово, это вообще очень круто, как это работает. Мне так хочется очистить весь мир, ведь он тогда будет немного лучше, да, и, возможно, и войны не будет, и жизнь будет более качественной, счастливой, мирной. Да, очень много происходит катаклизмов из-за зашлакованности организма. Вот этот вирус натуропатии, который мы с вами распространяем, вирус здорового взгляда на свою жизнь, это заражает многих. И, как правило, у нас во внешнем мире возникает очень много вот этих вот триггерных моментов, раздражение поднимается. То есть вот это всё же очень связано. Токсины начинают, там, паразиты внутри, выбрасывать свои яды. У человека повышается раздражительность. И вот с этим всем хорошо бы иметь ещё поддержку психологическую. Было ли у вас в этой практике? Как вы поддержите своих подопечных? Вот в этом. Ну, что касается лично меня, у меня даже не возникала мысль о какой-то психологической поддержке. Потому что, наверное, потому, что я очень самодостаточный человек. Вообще я весь мой путь, ну, моего самостоятельного оздоровления, да, и приведения себя в порядок, он проходил полностью самостоятельно. Я никому не обращалась, вообще никому. То есть это было просто самостоятельное изучение теории и применение её на практике. Но я не могу сказать, что все люди такие. Потому что очень часто, да не то, что очень часто, а практически все, кто приходят ко мне, люди, да, им всем нужна психологическая поддержка. В противном случае они бы не приходили ко мне. То есть они действительно нуждаются в психологической поддержке. Я не имею психологического образования, но у меня есть какая-то интуиция, и, может быть, внутренняя, ну, чутьё, какую-то способность, да, понимать, что нужно человеку, данному конкретному человеку, не только с точки зрения его рациона, скажем, да, или помощи в практическом очищении, но и что ещё нужно ему для именно вот такой эмоциональной поддержки и какого-то создания психологического ровного настроя. Поэтому, когда люди приходят ко мне в личное сопровождение, в личное консультирование, я даю вот такую огромную анкету из 45 вопросов, в которой есть очень интересные вопросы. И когда они её заполняют, перед тем, как запомнить, да, они, многие пишут, ничего себе анкетка, это я тут, я вам сейчас должен биографию всё рассказать. Да, говорю, а вы как хотели, чтобы подобраться к человеку, найти ключи, да, к нему, обязательно нужно узнать, а какие у него детские есть воспоминания, связанные с едой, плохие и хорошие, да, то есть с чем он пришёл, а какие запросы у вас, то есть с чем вы пришли ко мне. И я понимаю, что человек идёт именно, чтобы ему дали руку, да, вот так, держаться, они так и говорят, Пай, мне нужна ваша поддержка, вы мне, пожалуйста, уж там пенделя какого-нибудь дайте. Ну вот приходится кому-то пендель, кому-то там пряник по головке, хвалить кого-то нужно, кого-то ругать нужно, это тоже по-разному. Ну плюс вот маслица кому-то дать, какой-то понюхать, да, там подышать, кому какое-то виски нанести, в диффузор включить, потому что эфирные масла, они же тоже регулируют эмоциональную, да, вот эту всё человеческую сферу. Но вот лично моя история, когда у меня были трудные моменты, они же у всех бывают, да, трудные моменты, там, можно сказать, даже провальные, но что-то там в себе какой-то находишь, какого-то таракана, да, и не знаешь, как от него отделаться. Ну либо видишь, что что-то происходит в твоём рабочем процессе не так, как ты хотела бы, да, что-то идёт не так. Мне лично помогает всегда разбор натальной карты ведического астролога. У меня есть ведический астролог, и когда мы окунаемся в мою карту и смотрим, что сейчас у нас на данном периоде, то вот это для меня прям как душ, ледяной душ. Стоит только меня послушать, я, а, вот оно что, всё понятно, замечательно, сейчас мы подождём, пока пройдёт этот период, и всё будет отлично. И оно так и происходит, действительно. Ты набираешь терпение, просто выжидаешь этот период, совершая определённые действия, которые тебе нужно делать, да, именно в этом периоде. И действительно, да, наступает момент, и ты понимаешь, ну всё, путь открыт, и дальше всё отлично. Это, для меня вот этого достаточно. Вот. Молодец. Я слушаю вас, и мне хочется, вот если кратко вас описать, это вы человек, который вообще хочет жить. Очень. Очень хочет жить. И вот это желание жить, если говорить о том, а с чего же начать вообще здоровый образ жизни, прежде всего, с желания жить. Я полностью согласна. Более того, у меня даже вот буквально позавчера была консультация, и, ну, женщина такая, ну, хорошая, милая, умная, ну всё, но есть проблемы, которые она хочет исправить. и говорит, ну как же мне, я же понимаю, что я ем неправильно, я ем плохо, грязно, но как же мне всё это изменить, если мой мозг протестует. Мой мозг говорит, да ладно, поешь вкусненько, да, это, это, это. Я вот её слушала, 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 а потом я как раз задала вот этот самый вопрос. Я говорю, ну, а вам жить-то вообще хочется? И она вот как-то задумалась. Она даже не, вот, допустим, если я ответила сразу, да, я очень хочу жить, да, то она не сказала этого, она так задумалась, и как-то пошла бить и вата. То есть вопрос, да, что стоит за этим? Почему ты трескаешь эти булки, там, да, это, заедаешь шоколадками? А что стоит за этим-то? Ты вообще как-то, ты к жизни, ты как относишься? Ты понимаешь, если ты понимаешь, что за этим стоит, некачественная жизнь, да, может быть, даже укороченная жизнь со страданиями, с мучениями из-за закисления, там, да, и ломких сосудов, и диабета, и так далее, тогда что, какую жизнь ты выбираешь, да, как ты хочешь жить? И вот именно, наверное, вот это и есть ключевой момент победы. Вот те, кто хотят жить хорошо, долго и качественно, да, именно с точки зрения здоровья, вот у тех и получается, очевидно, да? Те и находят, вас, меня, всех тех специалистов, которые... И себя, себя находят. То есть, когда ученик готов, приходит учитель. И вот, говоря о личном бренде, у меня предыдущие интервью были с маркетологами, с очень сильными людьми, когда мы говорим про внешний, внешнюю стимуляцию людей, чтобы как-то привлечь внимание, это одна история. Ну вот, очень важно еще, ну, нам, проводникам, вам, мне, и вообще идеология самого Риин, Николай Бонд, он ведь не кричит везде, Риин, давайте, он просто делает какие-то вот глобальные, фундаментальные вещи. Он говорит, Настя, просто вот проводи интервью, знакомь людей, потихоньку, потихоньку, и если даже один человек как-то пробудится от того, чтобы, ну, послушает наше с вами интервью, моё интервью с каким-то другим человеком, очень сильным экспертом в своём деле, это уже хорошо, это уже благо, мы вот сеем семена, и классно, когда не мы к людям с позиции просящего, ну, даже не просящего, а, как это, причиняем добро, не причиняем добро, а когда мы просто светим сами для себя прежде всего, и когда уже наше поле начинает, ну, от нас уже фонит. Совершенно. Вот этим вот. Да. И происходит естественный процесс. Да. То есть мы не причиняем добро, да, мы не бежим с кулаками, там, с палками делать людей здоровыми, хотя первое время мне хотелось именно это делать, да, когда я узнала, что это так работает, думаю, блин, я сейчас всем расскажу, но я видела, какая идёт реакция, да, и поняла, что нет, надо тихо. И мне вот это вот именно понравилось Бонде, что он именно тихо делает своё дело. Он там что-то тихо выступает, что-то там тихо объясняет, да, тихо, так скромно, ведь его же нет, он нигде же не светится, да, вот на этих там больших трибунах, его же не видно, что он там толкает речи, он очень тихо, но вот именно за этим тихо стоит вот эта сила, сила естественного притяжения, почему меня притянуло к нему, вот именно эта сила естественного притяжения, он светится, я увидела это, я увидела этот ореол вокруг этого человека, ну, образно, я образно говорю, конечно, да, и поэтому захотелось быть там. да, да, так и есть. Я не знала здесь в интервью под запись свою личную историю, но проходя год назад чистку у Надежды Корниловой, я захотела тоже стать доктором натуропатии, для меня это я тоже не знала, что так можно, я пошла учиться, но у меня на тот момент не было финансовой возможности оплатить этот курс, и я написала, вот у меня есть перечень моих обучений, навыков, у меня два высших образования, я умею делать это, 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 я за пять лет много в себя инвестировала денег, сил, энергии, навыков набрала, компетенции, я могу дать это. А у вас есть вот знания, которые мне очень нужны, вы, ну, готовы по бартеру? Я это вот просто написала, знаете, как выдох, ну, как последнюю возможность, просто напишу, а мне пишут, да, мы вас возьмем, это такое чудо было, и мы договорились, что мы вот, ну, у нас бартерное взаимодействие, и у этой истории есть продолжение, потому что длительное время я не проводила интервью, и я не, знаете, вот это чувство долга, я начала смотреть уроки, а чувство долга, что я ничего не даю, оно у меня растет, и в какой-то момент я уже настолько не выдержала, я пишу, Николай, у меня огромное какое-то чувство стыда, вины и долга перед вами за то, что вы мне даете, я беру, но не даю, он говорит, это нормально в мире, я, говорит, знаю, как это работает, сначала нужно дать, чтобы потом человеку захотелось довести его до такого уровня, когда человеку самого прорвет и захочется отдавать еще больше не только мне, но и вообще всем людям, он не ждет от меня чего-то, он дает возможности, и я еще, знаете, не стабильно, не регулярно провожу эти интервью, хотя хочется там по одному-два в неделю, чтобы было, но он вот просто вот это дает чувство безопасности и принятие меня любой, и это классно, вот это то, что он Вриин создает, я каждый раз провожу интервью и пишу ему, Николай, как вообще вам удается собрать вокруг себя столько удивительных людей, а он мне говорит, это не я их вокруг себя собираю, а я к ним тянусь, вот интересно, да, сам даже постыр такой, то есть не он как-то находит, он говорит, я к ним тянусь, и у него вот это вот, я как чувствую, вот эта позиция ученика открыта, открытость к миру, это то, что вот он сеет, транслирует, это теперь слышится через вас, в других учениках, выпускниках, в тех педагогах, кураторах, которые есть в Вриин, это сеется. Сегодня, когда я энергетически, мысленно готовилась к вашему интервью, я вообще задумалась о том, что посмотрите, у нас идет рубрика «Натуропатия в лицах», у нас еще ни одного интервью не было с Николаем, он не бежит вперед, не пытается говорить «я-я-я», не дает многочисленное интервью, он подсвечивает через других людей, показывает, что можно по-другому, можно через ваш путь, можно через путь тех специалистов, которые были до этого, и вот это очень красиво, и хочется вот Российский институт инновационной натуропатии подсветить теперь и мне, и мне уже хочется давать эту ценность, что вот РИИН, это то, что вы сказали в самом начале, вот негромкие интервью Николая притянули вас к себе. Вот это спокойствие, вот эта тихая уверенность в правоте своего, какая-то вот надежность, ведь именно без бравады и без громких слов, тихая, но очень заходящая глубоко посыл какой-то, вот это мне, меня это очень притянуло, и до сих пор для меня, вот он в каком-то Орёле, ну, если уж говорить так вот честно, да, то мне вот сейчас по ходу нашего разговора, нашего интервью, да, меня вот сейчас только осенило, что это очень символично для меня, что именно вот сейчас, в конце этого уходящего года, вы меня пригласили вот на эту беседу, потому что вот сейчас в разговоре с вами, Настя, да, у меня вдруг меня какое-то озарение накрыло, хотя у нас разница в возрасте большая, то есть моему сыну вот 37 лет, например, да, то есть да, вы мне годитесь дочери, но я вот сейчас слушаю вас, и я вдруг поняла, что вот это интервью, это такое очень логическое завершение этого года, потому что в течение этого года у меня были очень большие проработки себя в плане принятия этого мира таким, какой он есть, у меня часто возникают эмоции сопротивления, вот что-то я хочу сделать не так, по-другому, а сейчас я вот слушаю вас, хотя вы молодая, но за вами стоит, чувствуется такая мудрость какая-то, и вот вот эта капелька вашей молодой мудрости, она сейчас так хорошо в меня зашла во время этой беседы, что мне правда, серьезно, что мне прямо кажется, что да, вот мне именно этого интервью, наверное, не хватало, чтобы завершить год в этих своих проработках себя и очень спокойно принять этот мир, вот как Николай Бонд, для меня он вот олицетворение спокойного принятия этого мира, где слово спокойное написано капсулом, большими буквами, спокойствие, вот мне вот этого не хватает, мне не хватает спокойствия, и это мой главный таракан, над которым я работаю, и вот это интервью, оно мне сейчас как бы вот, да, вот подчеркнуло еще раз это слово спокойствие, Настя, ну, ну, прямо вот не знаю, что сказать, огромное благодарю, наверное, не случайно, я именно согласилась на него вот так сразу, да, у меня опять мурашки, моментально, сконтанно, я обычно отодвигаю, говорю, так, мне нужно с космосом связаться, я изучаю, я канал исследую, мне интересно спикера изучить, я наблюдаю, как он себя позиционирует в мире, я длительно наблюдаю и думаю, ну, что-то не идет, что-то не идет, а тут хлоп-хлоп, я только вам вчера написала, вы тут же, да, вопросы не готовы, все, да, все не случайно в этом мире, и вот подтверждение того, наш разговор, прекрасно, все прекрасно. Хотелось еще какие-то классические вопросы задать, какие, в каких направлениях вы работаете, ну, после такого резюме и инсайтов, которые с нами случилось, это уже как будто бы будет маленькое, но все же, из того, что почувствовала я, у вас есть продукт, который вы производите сами, ну, во-первых, это мед, у вас пасека своя, по каналу я это заметила, это вот, ну, скажем, такая обратная связь, как я, человек, который вообще с вами не знаком, считал вас по тому каналу, который вижу, вы проводите антипаразитарные чистки, и вы работаете с эфирными маслами Дотерра, я тоже ваша коллега, у меня, я только-только пополняю свою коллекцию, я радуюсь, мне так хочется вот эти бутылочки послушать, эти разные ароматы, я только начала, и что есть еще, чего вы не показываете в блоге? Нет, я показываю в блоге все, все, что у меня есть, то есть, мои три кита на сегодняшний день, три кита, на которых я плыву, это все-таки естественное питание, это переход на естественное питание от традиционного к естественному, второе, это очищение организма обязательно, и третье, это вот терапия эфирными маслами, которая появилась вот как, до этого ее не было, было только питание и очищение, но это такие две очень большие емкие темы, о которых говорить можно бесконечно, но это то, в чем я свободно плаваю, то, что я поняла очень хорошо, и меня сейчас никто не собьет с толку, ко мне приходят люди, часто говорят, я запуталась, да, вот это кита, это там, кто-то говорит, фрукторианство, там, вегетарианство, веганство, я от мяса отказалась, но я без мяса не могу, в общем, люди мечутся, а я это все уже прекрасно для себя давно поняла, что естественное питание для меня это очень понятная вещь, я в нем живу, мне в нем хорошо, и я пытаюсь этому учить, да, но дело в том, что изменять питание без очищения организма, это катастрофически трудно, потому что взрослые на традиционном питании тела, да, наши, они сопротивляются изменениям, вот, и третий компонент, это эфирные масла, которые как подушечка безопасности, именно они помогают нам менять питание без проблем, очищать организм без проблем, потому что и изменение питания, и очищение организма неминуемо приносит некоторые проблемы или проблемки, да, это и ломки, особенно у глюкозозависимых, да, это и интоксикации у сильно зашлакованных до, вплоть до, прям, серьезного самоотравления, это и обострение хронических заболеваний, и, да, и плюс еще и ломка эмоциональная, психологическая, и вот это вот все нам помогают благополучно именовать эфирные масла, это просто теперь уже неотъемлемая часть, да, моей терапии, я не провожу конкретно антипаразитарные чистки, я не называю их антипаразитарными, я называю их общее очищение организма от шлаков и токсинов, да, вот, и этого достаточно, что шлаки и токсины, это, они могут подразумевать и паразитов, и все, что угодно, это очень большой мир, шлаков и токсинов, поэтому, когда человек соединяет в себе вот эти три кита, да, в своей жизни, очищение питания и эфирные масла, то мы получаем практически волшебный результат, вот это мои основные направления, а мед, это, ну, мед, он как вспомогательный продукт, как продукт здорового питания и как проводник эфирных масел, ну, и как элемент очищения организма, конечно, он тоже присутствует, ну, это такой, как маленький инструмент, но это не то, на чем я, за что я ставлю, прям, как бы, акт сцент, так. А есть ли у вас команда в развитии вашего личного бренда? мне задают часто этот вопрос, но до, буквально вот до недавнего времени, ну, наверное, до этого года, до 2022 года, я работала одна, в одиночку, и многое я постигала самостоятельно, там, начиная от банального ведения социальных сетей до упаковки гет-курса, да, и своих курсов на гет-курсе, в общем, все делала сама, конечно, это отнимало кучу времени, это воспаление мозга, вот, конечно, надо было, наверное, это все делегировать, но у меня с делегированием очень тяжело, вот, и всего я добилась сама, то есть я все изучаю бесплатным образом, и раскручиваюсь бесплатным образом, но вот там пару лет назад я начала немножечко привлекать людей для своего продвижения там каких-то продюсеров, каких-то, ну, какие-то там помощники по инстаграму, таргетологи, но это были такие разовые включения, то есть поработала месяц, допустим, с продюсером, ага, все поняла, до свидания, поработала с таргетологом несколько месяцев, все поняла, до свидания, ну, и так далее, то есть по большому счету я все время работала одна, и только вот в этом году ко мне активно подключилась моя дочь, вот, и произошло это через эфирные масла, то есть я просто, ну, я просто познакомила ее с эфирными маслами, хотя она сначала сопротивлялась, но потом она как-то почувствовала в этом какую-то прелесть, начала их изучать, и на фоне этих эфирных масел у нас произошло такой творческий тандем, слияние, и она стала мне очень хорошо помогать именно в продвижении в инстаграм, да, ну, в том же телеграм, она стала мне давать очень много идей хороших, то есть я как человек пожилой уже, да, будем называть вещи своими именами, вот у меня с идеями немножко туговато, а вот она, во-первых, поставщик идей, и какие-то маркетинговые ходы, да, и взаимодействие с аудиторией, и контент, план, вот здесь от нее очень много исходит креатива, ну, и плюс технический момент создания риелсов, там, обработка фотосессий, видеосессий, вот это все с ее стороны очень большая помощь, так что моя команда, это я и моя дочь, так, если уж честно. Вчера у меня интервью было с нутрициологом, и она тоже говорит, моя команда, это я и моя дочь, моя дочь меня подталкивает к тому, чтобы что-то я вела, и у меня растет дочь, ей еще 10 с половиной лет, но она иногда такие тиктоки записывает, и я говорю, дочь, как интересно, вот бы мне это в мою деятельность внедрить. Да, они мудрые, и дети, да, и у них есть чему поучиться, потому что они больше вот в этих технологиях сейчас понимают, шарят, ну, как бы молодежь, да, она более продвинута, вот, поэтому на детей надо делать ставку, я считаю, надо, даже если ей 10 лет, все равно. Эфирные масла снимают отечность, очень быстро помогают вирусу, мы же не застрахованы, и нет гарантии, что в нас вирусы не попадут, они входят в нас, единственное, что, ну, вопрос в том, насколько быстро они из нас выходят, если тело очищенное, то вирус вошел и вышел, если тело зашлакованное, то вирус просто нам показывает, где болит, где зашлакованное, это как маячок, маячок, можно даже сказать, что он наш друг, я скажу больше, вчера вечером, что-то муж почувствовал, какое-то недомогание, я говорю, давай, примем антивирус, эти противовирусные бомбочки, мы там себе капсулу накапали, чайное дерево, онгард, все дела, да, и приняли, но утром я просыпаюсь, я понимаю, что у меня ломит глаза, да, что у меня тело познавливает, думаю, ага, значит, я тоже поймала, мы быстренько идем на кухню, я опять, мы принимаем эти противовирусные бомбочки, я включаю бриз, и все, и буквально через полчаса, я понимаю, что я полностью готова к интервью, я испугалась, думаю, все, сейчас у меня будет срыв, нет, я сижу, я прекрасно себя ощущаю, и я знаю, какие дальнейшие действия я буду делать, чтобы не дать этому вирусу проникнуть в клетку, и все, все под контролем, то есть знание, это великая вещь, да, и ум наш, он же традиционно с детства нас как приучали, что-то болит, таблеточку, таблеточку, очень, очень, тело очень отзывчивое, просто надо его уважать, слушать, любить, вот этому я тоже учу своих подопечных, да, вы тело-то слушайте свое, вот, а то бывают такие крайности, что, ой, я так люблю сливочное масло, я так хочу масло, но я себя ограничиваю, вот они себе наступают на горло с этим сливочным маслом, до тех пор, пока у них не начинается жуткий дефицит вообще по жирам, и, соответственно, да, расстройство, я говорю, почему же ты себе раньше не давала, ой, так хотела, прям кусками хотела есть, я говорю, надо слушать себя, и надо давать себе кусками есть сливочное масло, когда его хочется, а не болтить. Я недавно. И у меня, знаете, хочется подвести криен, вот я очень часто у приглашенных гостей спрашиваю, вот обучение натуропатии, натуропатия это все-таки более обширное понятие, нутрициология это более узкое направление по питанию, натуропатия это более обширный взгляд на то, как комплексно можно исцелить себя, кому-то травничество заходит, кому-то эфирные масла, кому-то, ну, разные другие моменты, направления, инструменты. На ваш взгляд, обучение в институте натуропатии, это все-таки всем, для кого оно, и кому точно не надо? Все-таки я остаюсь при том мнении, что натуропатия, она приходит именно как учитель, к ученику, который готов, то есть насильственным образом пойти и заставить себя там учиться натуропатии, ничего хорошего не получится, потому что нужна смена убеждений, натуропатия это смена убеждений, если человек готов, если он хочет, он понимает, что вот это уже все не срастается, я хочу это поменять, но как я не знаю, тогда натуропатия придет в его жизнь, но если он твердо стоит на своих традиционных позициях, и у него полная коробка лекарств дома, и он записан в 10 врачам, и что он не собирается ничего менять, и не отнимайте у меня хлеб, и не отнимайте у меня мое варенье, то сказать ему, что типа ты пойди поучись, и ты там все узнаешь, и ты поменяешься, нет, это не подойдет, то есть до натуропатии нужно дозреть, просто дозреть каким-то чудесным образом, не знаю, вот это наверное происходит, мне кажется, это все-таки кармически как-то происходит, кармически. Ну, он дает более фундаментальные знания, быть может как раз таки через таких, как вы, как другие выпускники, через меня, кто-то начинает вообще знакомиться с натуропатией, а потом для себя уже выбирает, хочется ему пойти дальше, в глубину, или достаточно вот с проводником, в личном консультировании, побыть в этом поле. Ну да, натуропатию можно внедрить в те отрасли, которые связаны там с красотой, с спорт, да, то есть вот туда она хорошо вливается, тренер там или косметолог, таких людей, таким людям я, да, я бы рекомендовала им идти в натуропатию, учиться натуропатии, вот именно вот таким, да, профильным специалистам, потому что это взаимосвязано. Ну а скажем, сантехнику, конечно, не порекомендуешь идти изучать натуропатию, но вот как-то так, наверное, всё-таки здесь что-то связано с убеждениями человека, с профессией, с его установками в жизни, да, о чем он. Да, и вот то, о чём мы с вами говорили, вообще с желанием жить, если у человека есть желание жить, здоровать жизнью. Жить, да, узнавать что-то новое, а не ограничиваться тем, что тебе вот однажды дали, да, и ты с этим живёшь и умираешь. Мир, он вообще безграничен. Изучать можно, то есть даже натуропатия, это всего лишь крошка, да, по сравнению с тем, что есть вообще глобально мы в мире, сколько всяких интересных наук, сфер, направлений, которые можно, ну, всё не объять, конечно, я понимаю, но стремиться к тому, чтобы узнавать много-много-много и больше и больше. Это нужно, конечно, стремиться. Вот. Я чувствую, что это наше с вами первое, но не последнее интервью. Замечательно. Это такой классный получился, слово не русское, коннект, взаимодействие, связь. Замечательно. Я бы тоже хотела продолжений, потому что это надо транслировать. Возможно, мы какую-то узкую тему возьмём. В целом, хотелось познакомить аудиторию с вами. Вы являетесь куратором РИИН. Вы берёте подопечных, те, кто обучается в РИИН, на сопровождение, когда к вам обращаются? Так ко мне ещё пока никто не обращался. Пока не обращается? Ну, потому что это вот система, которую только-только Николай стал развивать. Она новая. Да, она новая. Она себя, наверное, ещё не, ну, как сказать, она не заработала ещё, наверное, на полную катушку. Я так поняла. Ну, вот сейчас мы делаем всё для того, чтобы хотя бы те, кто учится, те, кто планирует обучаться, чтобы знали, что можно обратиться к вам как к куратору. Если вам Николай, ну, всё-таки даёт такой посыл, что вот если вам, людям откликается ваш путь, то интереснее у вас как у наставника, как у куратора взять какие-то консультации, вы поделитесь своим опытом. Если интересен путь более узкий, там, с анализами поработать, соединить традиционную медицину с нетрадиционной, то это вот к человеку, который этот путь прошёл. Ну, то есть вот искать, где путь откликается в целом, и поэтому мы знакомим, ну, так у нас рубрикой называется, натуропатия в лицах. Здорово. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом, Бая. Спасибо вам огромное, что вы откликнулись. Я чувствую, Спасибо взаимно, да. Мне тоже хотелось бы ещё какого-то продолжения, потому что есть очень много, что сказать. Просто вот голова разрывается, и мозг, потому что есть очень много, чего интересно сказать, и вот то, что прямо хотелось бы. Поэтому... Спасибо. Под этим видео я оставлю ваши координаты, чтобы у тех, кто учится, у тех, кто планирует учиться, или просто у тех, кто интересуется натуропатией, была возможность ознакомиться с вашим каналом, потому что на ваш канал можно смотреть как прямо с точки зрения потребления контента, который вы даёте, полезных каких-то вещей, так и повышать свою насмотренность. То есть смотрите, как вы развиваете свой личный бренд, как вы фотографируете себя, как вы позиционируете себя, как у вас оформлен сайт. Очень много красивых нюансов, где даже я черпаю очень многие вещи из вашего канала, мне нравится наблюдать. Я ещё не выстрелила так, как у вас, но я делаю первые шаги, у вас чуть больше времени, вы просто начали раньше. Не обесценивая свой путь, очень ценю то, что я прохожу. Но вот свою вот эта вот насмотренность очень важный навык. Повышать свою насмотренность можно и через ваш канал. Спасибо вам большое. А узкие темы буду рада вашим предложениям. Напишите, какая тема вам откликается и площадка Реин открыта. Здорово, с удовольствием напишу. Всего вам доброго. Спасибо большое. Нового года и пусть самое лучшее приходит в вашу жизнь самым благоприятным для вас образом. Пусть так и будет. Благодарю, Настя, благодарю. Вам тоже всего самого наилучшего. Всего доброго. Завершаем наше интервью. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова